Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Беков. Федеральные власти собираются ввести прогрессивную шкалу налогобложения, налога на НДФЛ. Попросту говоря, если кто-то зарабатывает в месяц от 200 тысяч рублей, он будет платить больше. Ну а те, кто меньше, все останется при своих, что называется. Естественно, самая большая сразу проблема вырисовывается, я думаю, так у бизнеса, потому что, ну кто у нас зарабатывает много, это, конечно же, владельцы, руководители предприятий. Что они думают об этом? Мы сегодня говорим с гостем в студии, это Елена Голубева. Она владелец и руководитель предприятия по металлообработке Тверского предприятия. Елена, добрый день. Добрый день, Роман. Скажите, ну вот с какими мыслями вас приняли? Во-первых, вот правительство говорит, что нынешняя шкала, когда все платят 13%, она уже устарела и не соответствует нашим нынешним реальностям. Что думает бизнес по этому поводу? Ну, вопрос к бизнесу очень интересный. Что думает бизнес? Я, безусловно, не налоговик, и мне сложно судить об этом с точки зрения... Тем более, они все лишь исполнители. Но, наверное, наше государство знает, что оно делает, тем более, что существуют различные мировые практики по внедрению прогрессивной шкалы налогов, и насколько я, готовясь к эфиру, читала информацию на эту тему, они ориентируются на страны Северной Европы, да, такие как... На США, про Японию говорят, где там чуть ли не половину платят. Умалчивает наше государство о том, что, например, в США налога на добавленную стоимость нет, да, НДС отсутствует, да, у них есть очень гибкая система налогообложения по налогу на прибыль. И вообще учитывается очень много факторов. Я могу рассуждать с точки зрения нашего российского бизнеса, а именно производства, промышленности, не сферы услуг, да, а реального сектора экономики, где формируется добавленная стоимость. И могу сказать о том, что понятное дело, что наше государство чувствует социальный запрос, да, на социальную справедливость в обществе. Наверное, с этой точки зрения рассуждение на тему, что богатые должны платить больше, а бедные там не должны платить ничего, наверное, в общем и целом прозвучит справедливо. Ну, совсем ли это, ну, справедливо? Можно порассуждать на эту тему. Я опять читаю материалы по практике западных стран. Например, я знаю, что есть такая тема, что есть некий совокупный доход семьи, да, во многих европейских странах, который вообще не облагается, вот ниже определенной суммы, не облагается вообще доходом на физические, ну, доходы. Там многодетные семьи имеются в виду. Да, и многодетные семьи, да. Да, в основном это, да, конечно, многодетные семьи. В этом плане я считаю, что если наши многодетные семьи будут получать выгоду, да, от внедрения этого прогрессивного налога, то я вижу, конечно, позитивную эту историю. Но что касаемо бизнеса, я хотела бы сказать, что, например, тот уровень заработной платы, который мы позволяем себе заплатить сотрудникам нашим и сами заработать в условиях реальной экономики российской, он совершенно точно, эта прогрессивная шкала не коснется нас. Потому что, например, средняя заработная плата сотрудников в производственных компаниях не превышает где-то в среднем 80-90 тысяч рублей. А уровень прогрессивного налога начинается где-то в среднем от 200. Вот. Но в реалиях, и я сейчас говорю о уровне инфляции, да, через пару лет этот доход в 200 тысяч рублей, он будет средним для России. И что тогда будет происходить с налогообложением? Вот этот вопрос мне хочется задать. Насколько горизонт планирования у нашего руководства с этим прогрессивным налогом, насколько они это видят? И каким образом они собираются действовать дальше? Нам, как бизнесу, всегда хотелось бы видеть этот горизонт не менее чем на 5 лет. А почему на 5, неинтересно? Ну, не менее, да. Почему нет? Я понимаю, что в идеале 10, 20, 30, 50. А почему 5? Почему не год, словно говоря, 2, 3? Это, наверное, все-таки больше, знаете, пошло про пятилетку из советских времен. Конечно, конечно. Потому что на большее время планировать сейчас очень-очень что-то сложно. Год-два. Нам бы хотелось, да, вот стабильности и понимания, что изменений глобальных никаких не будет. Это ошибочное мнение, что собственники бизнеса зарабатывают много денег. Я могу сказать, что с каждым годом это становится все сложнее и сложнее делать. Опять-таки, в силу объективных обстоятельств. Нам не хватает квалифицированных кадров. Мы не можем вывести производительность труда на более высокий уровень. Эффективность именно. А потому что, например, сотрудники в нашем сегменте, в машиностроении, предпочитают не работать во вторую смену. А чтобы нам достичь определенного уровня, нам нужно как минимум загружать свое оборудование, которое есть в двухсменном режиме, а пойти заработать эти же деньги или больше в сферу услуг, где не требуется сверхусилий интеллектуальных. Извините, а я вас перебью. Но ведь под интенсивность труда мне всегда казалось, что это не во вторую смену выйти, а за восьмичасовый рабочий день сделать условный не 10 болванок, а 15. То есть не чтобы во вторую смену выходить. Я всегда думал, что это имеет в виду производительность труда на повышение. Я соглашусь, да. Но для того, чтобы бизнесу заработать и заплатить налоги в бюджет, именно заработать прибыль, рентабельность, необходима определенная ритмичность производства, именно сменность, о которой я говорю, потому что это все экономически просчитано. В одну смену это не сделать. И люди, к сожалению, которые сейчас заняты в производстве, они не замотивированы именно в своей эффективности, в производительности. Он же больше получит. Он получит больше, но какими усилиями? Если он смотрит, вот я пойду курьером, покатаюсь день на велосипеде, заработаю в два раза больше. И здесь, когда тебе реально нужно стоять у станка, думать, несешь ты ответственность. Но ведь курьерство все это развелось только последние пару лет, скажем так, три, хорошо, четыре с пандемией. Но проблема производства труда, она стоит давно. Почему она стояла, допустим, условно говоря, в 2012 году, в 2015? То есть про это ведь давно говорят, что рабочие в России делают, в Японии, условно говоря, или немец делает 20 болванок за 8 часов рабочий день. А наш 10. Все время про это говорили. Раньше-то курьерства не было, а все равно он делал 10. Менталитет русского человека так устроен, к сожалению, да. Не трудится особо интенсивно. Да, не трудится особо интенсивно, да. Поэтому здесь и еще второй момент, который, да, вот именно образование людей, квалификация, понимание того, что от тебя действительно что-то зависит, зависит не только там для себя, да, но и в рамках страны, в рамках компании. Вот мы на своем производстве стараемся прививать своим сотрудникам чувство причастности. Ну понятно, корпоративный патриотизм. У нас просто эфир подходит к концу, минута. Хорошо. И вот последний вопрос. Что по уму, вот в идеале, по вашему мнению, ваших коллег, я знаю, встречаюсь, общаюсь, надо сделать в плане налогобложения. Оставить как есть или что? Вы же общаетесь, вы обсуждаете, что вот вы бы сделали на вашем месте. Ну, на месте, точнее, федеральных властей. Ой, я не наша федеральная власть. Ну все-таки, вы же понимаете, какие для вас комфортны были бы. Что, оставить 13%? Мне сложно рассуждать на эту тему. Я думаю, что да, на текущий момент времени лучше бы ничего не трогать. Я думаю, что на этот вопрос или этим вопросом... А коллеги ваши что говорят? Я знаю, вы на выставке были, наверняка обсуждали это. Да. Что они говорили? Тоже оставить бы в идеале все как есть? Ну, пока да. Мои коллеги говорят, не мешайте, дайте работу спокойно. Не надо помогать, просто не ставьте палки в колеса. Потому что мы еще пока в современных реалиях не стабилизировались, прежде чем вот такие вот нововведения, скажем так, вводить. Не готов бизнес. И горизонт планирования оставить. Да, и горизонт планирования, да. В идеале больше лет. Потому что вот предыдущие года пандемия и свои же с ними нас и так вывели из равновесия очень серьезно. Мы сейчас только-только начинаем, так сказать, приходить в себя. И тут новые нам изменения. Мы даже не имели возможности, честно говоря, подумать об этом глубоко. Поэтому на текущий момент времени мнение бизнеса, по крайней мере тех коллег, с которыми я общалась, все бы оставить без изменений. И, ну, в частности, вот такое мнение. Налогообложение. Да, да. Ну что ж, это была программа «Теба не о комментариях». Мы обсуждали перспективы ведения прогрессивной шкалы налогообложения. Налого на НДФЛ, вы слышали, бизнес, конечно, все это сильно озадачило. Потому что бизнесмены, владельцы, предприятия, гендиректора, они только начинают привыкать, только начали к новым реальностям, постковидной ситуации, СВО, а тут новое. Поэтому я очень надеюсь, что государство наше знает, что делает. И, если что, откликнется на какие-то призывы бизнеса, услышит наших предпринимателей. В первую очередь, речь идет, как вы слышали, Елену, сектор реальной экономики. Никаких там перепродавцов чего-то, каких-то кто-то там на велосипеде сотрудников отправляет чего-то перевозить. А тех, кто делает, в том числе и велосипеды. Спасибо большое, Елена. Программа «Теба не о комментариях». До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова